Поехали. Уж потом вырежете все. Не? Все прямо в эфире? Все мы не вырезаем уже. А, тогда я буду молчать. Доброе утро, Полтава. Доброе утро, доброго ранку. У нас сегодня в гостях Евгений Дудник. Ты у нас как отец барабанщиков, получаешься. Лидер. Лидер. Да, у нас много отцов, но один из отцов. Ну, ты руководитель, да? Я правильно понимаю? Да, руководитель. Евгений, руководитель пекельных, я называю вас, барабанщиков. Первый раз я вас увидел в полном объеме на пекельной кухне в прошлом году. Я был поражен, говорю честно. Моя дочка Лизочка была вообще ошеломлена вашим искусством, вашим талантом и тем, что вы делаете. И после этого я не раз видел, как вы работаете. Я видел, что и взрослые, и дети как-то все уравниваются в ощущениях. И поэтому я думаю от всех вам огромное спасибо, что вы есть и что вы делаете. Это великое дело все-таки в нынешнее время. Именно вот это все. Сколько у нас вообще людей в коллективе? У нас коллектив же большой. У нас есть маленькие, средние. Все же мы преподаватели музыкальной школы первые, как вы знаете. То есть я там директор, там вот как бы преподаватель. У нас пять преподавателей, во всех же много детей. То есть у нас есть младший составчик. Вообще-то где-то у нас человек сто. Человек сто детей. А вы собирались вообще? Вот этой вот сотни хоть раз на такой вот пошло. Ну сотни не собирались, потому что количество инструментов такое не хватает. Ну нету такого количества. Кастрюли я не знаю. Ну кастрюли разбираем, что вы уже видели. Я на концертах балдею, потому что пацаны и прыгают. Кастрюли, швабры, это все, что есть, все раздаем, на всем играем. То есть как бы несколько сотов. Могшие, средненькие и уже большой профессиональный состав, который уже и который растралирует, как бы можно так сказать, выступает все время. Ну он тоже там текучка меняется. А кроме того, что поговорить о вашем коллективе, еще поговорим про старшее очень много, мы собрались, то что концерт предвещается, еще будет вот скоро 10 марта. Расскажи, пожалуйста, о концерте, чего там можно будет интересного повидать. Ну 10 марта делаем большое барабанное шоу. Где? Где? Это будет в листопаде. В концертном зале листопаде будет большое барабанное шоу. Такое, там говорят в рекламе, это светового ремня. Ну, реклама-то реклама. Ну, в принципе, хотим сделать его на уровне таком, чтобы в Украине такое барабанное шоу будет. Я думаю, что оно впервые. Что оно, во-первых, живой звук. Во-вторых, что это большая работа не только нас, а всех артистов, всех музыкантов, которые будут принимать участие в этом шоу. Это не только барабаны, но это будут и певцы, и танцоры, и известные танцоры, и известные музыканты, и известные певцы. Там и Наталья Майи из Харькова приедут, и диджеи. То есть и молодые, и молодые исполнители тоже будут. Будут, а там Даня Лазаря будет тоже с нами петь молодой парень, который будет петь классную фирменную вещь. Вот вы услышите, и с танцами, и со всеми. То есть это большая работа. Мы хотим показать, что Полтава может, Полтава рулит, и это все как бы там... Ну, это не первый массовый такой сбор. И я знаю, некоторые коллективы уже выработали вместе с коллективами, которые будут присутствовать 10 марта на сцене. Сколько, в общем, людей там рассчитано? Ой, ну, много будет очень людей. Ну, где-то, в принципе, где-то человек 40-50 будет участвовать в концерте в этом, в общей сложности. Но не все одновременно на сцене опроводили, потому что это одни, и вторые, и третьи. То есть вы услышите, там, если кто придет, услышит те песни, которые они знали, мы раньше слышали, да, там, там, «Червона рута», там, «Мама насорочка», там, то есть вообще... Под барабаны? Да, да. Под барабаны? Это будет, там, ничего отдельно никто не будет петь, это будет все с барабанами. Это будут песни переделанные полностью как бы... И с танцами, и с песнями, то есть как бы это будет шоу. Не просто барабанщики вышли, постучали, знаете, слушают 15 минут, потом за голову берутся, то есть как бы нет, это будет... Мы показываем, что на барабанах можно играть музыку, которая нравится всем. Барабаны, это как бы, оно в нас сидит с детства. Нам вот Женя предоставил пару билетиков, а еще будет 5 билетов, все желающие, это почем вообще входом будет? От 100 до 200 гривен. От 100 до 200 гривен, но... Ребята, у вас будет возможность попасть туда бесплатно, под видео, которое мы разместим, мы будем задавать определенные вопросы. И на фейсбуке, наверное, да, будем задавать вопросы? Везде, на соцсетях мы не будем. Зададим вопросы, и первый, кто ответит на этот вопрос правильно, получает такой вот билетик. Их всего лишь будет 5 у нас, да, таких вот разыграем билетиков. В принципе, суть вопроса понятна. Вопросы будут про коллектив. Так что слушайте внимательно и смотрите, а я слышу. Вот. Жень, сколько вообще лет существует ваш коллектив? Ну, вообще в этом году где-то 20 лет будет в этом году существует коллектив. Именно коллектив барабанщиков? Именно, да, именно... Ты не, женщина не... 41 будет. 41, то есть 21 года, а ты уже... Когда я пришел работать в музыкальную школу, в первую, в училище, еще на втором курсе училища, и вот создал, там, ну, создали, ну, такие коллектив детский, детский барабан, он, как бы, он и пошел. Вот в этом году получается 20 лет. Ну, а так, что профессионально знают о живых барабанах, это где-то 15 лет. Ну, то есть... Немало, да, но вы постоянно участвуете в городских мероприятиях. Да, да, вот у нас так и получился толчок, что, знаете, вот когда-то вот о нас вы узнали, еще при Анатолии Тихоновиче был какой-то концерт, надо было что-то где-то кого-то удивить, мы раз выступили. Удивили? Удивили, да. Ну, да, так прошло. Вот первые инструменты, которые у нас появились, это были нам фонд Захистой Петрымки, это еще в то время подарил фонд, это первый, это в Полтаве, там, на Украине, это еще таких, как бы, знаете, не было, да, первые все ходили смотреть. Потом нам купили маримбу тоже, в Украине таких две тоже, все приходили смотреть, что это такое. А дальше у нас был, я помню, был концерт, был День города, Бориса Борисовна была начальником управления, Семеня. Это был год, это вот где-то лет 15 назад. Матковский Андрей Савович был под амэром, говорит, надо что-то удивить, как бы, что-то надо сделать. Как раз Карпачева приезжала там, я помню, и мы такие выступили, на День города, там, представляли технику, дарили городу технику разную, и мы там отбарабанили, и идут такие, ух, какие у вас барабайщики, знаете. Какие молодые, спасибо. А они такие, ух, барабайщики, я на следующий день говорю, вы знаете, надо же нам купить инструменты, я говорю, хорошо, покупаем. И с тех пор, как бы, знаете, вот, толчок, как нам дали, и все, и мы на слуху, появились вовремя, вовремя. Нужно вместе. Нужно вместе, да. И очень, конечно, добро, и очень благодарен, что, в принципе, знаете, вот, как бы, и поддерживать это дело и все. Потому что коллектив, как бы, можно сказать, уникальный. Ну, да. Именно что такое он есть, много барабанщиков, но именно что живое, в таком формате, как бы, он единство. Танцующих. Не, ну да, по целому, да, очень. А как вы считаете, в Украине вот этот концерт, который запланирован на 10 марта, он уникален, или были такие подобные? Вот такого еще не было. Такого не было. С барабанами такого не было. То есть это уникальное все такое место. Ты когда-нибудь слышал червону руду под барабаны? Честно говоря, я уже настроен. Я буду идти. Я в любом случае... Как имеется? С билетом, без билета. Как-то буду пролазить все равно. И, наверное, все-таки мы будем с Лизой идти к вам. Почему? Потому что, я еще раз повторюсь, Лиза была ошеломлена. Я получил истинное удовольствие. Я хочу еще такого удовольствия. Жень, 20 лет, это немало. Да. Сколько раз составы меняются? Ну, составы меняются постоянно. Потому что одни вырастают, приходят, вторые вырастают у нас, уходят дальше. Но вот есть ребята, которые уходили от нас, шли дальше, уезжают. Потому что, ну, как бы, знаете, в Полтаве этим не заработаешь. То есть уезжают дальше. Много наших играют. Там вот на корабли поезжали. За границу работают. В Киеве, как бы, с коллективами, с музыкантами уезжают. И тут Коля даже в одно время, он уходил, он когда у Кати был, в Бужинске, потом приехал обратно, вернулся он опять с нами. То есть, как бы, он, когда я стоял у истока тоже, он еще тогда был маленьким, учился в музыкальной школе. Там у нас есть где-то архивные видео, что, ну, как бы, есть вот эти. А туда оно было с Малуна? Да, да, он там с 7-8 лет, он уже, как бы, в этом коллективе. Ну, как раз было становление в то время от этого коллектива, когда он начинал учиться. Это вот Костя тоже, Дудник тоже, вот начало, вот и до. Так, при чем музыкальная школа, отучился все, и все время же в коллективе, да. А так, в принципе, ну, текучка есть, но небольшая. Олежка Нога был у нас, уехал в Польшу. Сережа Зинченко играл на бас-гитаре, уехал. Все, он сейчас на кораблях, там, в Америке. Вова Яковлев, он сейчас со Стрикалом работает. Ну, то есть, как бы, ну... То есть, получается, у вас коллектив еще и воспитывает, дает возможность развиться талантам, которые везде по миру я слышу уже. Да, разъезжаются. Разъезжаются. Так это же хорошо. Основной состав сколько человек? Основной состав 8 человек. То есть, на вас так немного получается? Ну, основной состав немного, потому что, знаете, чем много, вот когда много барабанщиков, это каша получается. Вот, вот, как раз барабанная, это аккомпанирующая группа, гитара, бас-гитара, клавиши, установка и 4 солиста, передняя линия. Вот, все такое. А с какими все-таки группами, артистами вы чаще всего работаете? Ну, как, в основном мы работаем сами. Ну, то есть, как бы, сольная программа у нас своя, в основном, да. Вот это новый проект сейчас у нас, который мы в прошлом году запустили, с балетом Flash. То есть, добавили девочек, которые танцуют. Три, по-моему, девушки. Да, да, три. На концерте будет больше. Да, уже, да, ну, концерт-сцена же большая. А, ну да, если развернуться. Да, то есть, как бы, сотрудничаем мы очень плотно с Игорьком, Осипенко, с диджеем, джедаем, с Киевским, с которым мы, как вы видели, уже сделали две работы, да, и там с детками мы сделали. Первая у нас была, я люблю Полтаву, я люблю Украину. И вторая, то есть, дети мира. Делали мы клипы с ним, с ним сделали. Он тоже приедет к нам на концерт, тоже сыграем песенку про Полтаву. Это было, как бы, такие два социальных проекта мы сделали с детками маленькими, с барабанами, с музыкой, то есть, как бы, ну, ничего такого, ну, просто светлая музыка, что мы хотим жить, каким мира, хотим, как бы, вот такое вот все. Приятно слышать, у вас все-таки линия патриотизма очень акцентируется. Это хорошо. Ну, по нынешним временам, иначе, по-моему, не должно быть. Ну, а как должно быть? Так же должно быть, да. То есть, мы за мир, то есть, никаких, никакой политики, никакого ничего. Просто мы, знаете, нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда. Смех и радость мы приносим людям. Хороший вопрос. Вы сказали слово «политика». Политики приглашали вас в свои какие-то предвыборные кампании? Да, ну, были предложения, но мы не участвуем. Вы не хотите этого? Нет. Это принципиальная позиция, да? Ну, вы понимаете, ну, мы не политики, мы музыканты. Вы не хотите, ну, это может быть. Да, ну, как бы, оно, знаете, ну, как бы, в каждом коллективе, может, есть свои какие-то политические взгляды, какие-то политические там моменты. Каждый представляет себе там по-своему всякие политические моменты. Ну, поэтому, ну, и как бы мы приняли решение, в политических акциях не участвовать. А чаще всего работаете с кем? Все-таки концерты от города идут, приглашения? Либо же свои какие-то? Не, ну... Либо же дни рождения, свадьбы? Все. Все. Мы работаем везде. На дне города, то есть на всех городских мероприятиях. А чаще? Придется, то есть, ну, везде, куда зовут, туда и идем. Сколько стоите? По-разному. Света, это таки жесткий вопрос задает. Не, ну, нормальный вопрос, по-моему. Вот я, например, со своей зарплатой журналиста захочу. Мы придем, отыграем и таки. Да? Окей, тогда там банку чего-то такого вкусного. У вас есть такое понятие, как дружба, я понимаю. Конечно, да. Но как же, такое понятие должно быть. Мы дружим, все люди, все люди-братья должны друг другу помогать. Понимаете, в фильме у меня было. Есть что-то сказать на завершение? Да, рекламу давай делай еще раз. Не стесняйся. Пробращаем всех 10 марта на большое шоу, барабанное шоу, лайт-драм-шоу. Приходите, Палас, Дозвиле, Лыстопад. 10 марта, 19.00, ждем вас. Всех максимум ждем. 5 билетов розыгрыш внизу будет, под видео. Следим за Светочкиной работой, смотрим, какие вопросы она задаст. Сегодня-завтра разыграем. Так что смотрите нас сегодня-завтра комментарии. Всем доброго утра, удачного дня. А вкусное кофе нам, как всегда, предоставили. И теплое место, кафе Франсуа. Франсуа, всем удачи. Хорошего дня. Заходим сюда. Пока-пока. До свидания. Хорошего дня. Доброго утра. Да, и хорошего дня. И сегодня теплее вроде бы стало. Сегодня теплее, чем всегда. Павcat.